Жилой комплекс университетский найти на карте Нижнего Новгорода проблематично. До недавнего времени это был заброшенный пустырь на выезде из города со стихийной свалкой. Застройщик «Квартстрой» быстро обанкротился, едва сделав котлован и забив несколько свай. Сейчас на объект уже вышел новый застройщик, региональная дирекция по строительству. По сути, можно сказать, что долевой цикл. Абсолютно. Кроме проблем, очень классно. Свои квартиры еще в конце 2017 года не смогли получить почти 60 обманутых дольщиков. Среди них и семья Крупновых. С двумя детьми Вячеслав и Людмила уже несколько лет продолжают платить по ипотеке и ютятся на квадратных метрах родителей. После того, как к решению проблемы долгостроев активно подключилось областное правительство, надежда получить свои квартиры перестала быть призрачной. У нас есть чат, в котором мы общаемся с такими же дольщиками, как мы. У всех была паника, настроение, так сказать, на минус. Но сейчас в связи с обновлением строительства есть движение строительной техники. Мы надеемся и знаем, что дом наш будет достроен. Люди вложили в стройку почти 90 миллионов рублей. В среднем это по полтора миллиона с каждого. Понятно, что одни покупали однокомнатную, другие, к примеру, трешку. Затраты у каждого свои. Жилой комплекс университетский планируется полностью сдать в конце 2021 года. В свою очередь новому застройщику дополнительно одобрено выделение еще трех земельных участков – 5,5 гектаров в районе Казанского шоссе. Там также будут возведены жилые дома. Я думаю, что не за горами тот момент, когда мы сможем констатировать, что проблема дольщиков, во всяком случае, застарелые накопленные проблемы в Нижегородской области решены. Руководство региона особое внимание уделяет и другим похожим долгостроям. ЖК «Европейский» на Гончарова в районе площади Синой из крупных новинки «Смарт-сити» и «Огский берег». По каждому из проблемных долгостроев в правительстве региона разрабатывают индивидуальные планы. Как ранее заявлял Глеб Никитин, типовых подходов в решении подобных проблем быть не может. Каждый из объектов глава региона держит на личном контроле. Сергей Щеплягин, Алексей Калякин. Время новостей.